Здравствуйте дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как правильно молиться отдельным псалмом из псалтири? Например, заболящего ребенка читаем псалм 113. Какие молитвы читать перед псалмом и после, когда помянуть имя? На самом деле, есть такая традиция делить псалмы по специализации. Действительно, у них есть некоторое содержание, которое можно иногда за уши притянуть к какой-то жизненной проблеме, а когда-то они вполне себе коррелируются с той мыслью, которую в нее заложил пророк Давид, сыновья Кореевы или еще кто-нибудь из авторов псалмов. Вы же знаете, да, что пророк Давид написал не более половины псалмов из книги Псалтири Давидовы. Я думаю, Америку вам не открыл, вы можете просто почитать в заглавии псалмов, кто их автор. А вот что делать с чтением конкретных псалмов о болящем ребенке или еще о чем-нибудь? Да, такие списки есть, видел и святоотеческие списки, и недавно канонизированного преподобного Паисия Святогорца. Можете читать эти псалмы, но поймете ли вы содержание этих псалмов или просто прочитаете как какое-то заклинание или мантру. Поэтому, если вы же хотите читать 113-й псалмом, в псалом потрудитесь найти перевод этого текста и почитать его от души, так, чтобы каждое слово этого псалма было не словом пророка Давида, а вашим словом, чтобы вы произнесли Господу Богу свою молитву словами пророка Давида. А если там тот смысл, который, собственно, вы хотите вложить в эту молитву, это еще большой вопрос. Поэтому, если кто-то болеет ли кто из вас, почитайте канон заболящего. Там все молитвы доедина, и они заболящего. И молитва заболящего в конце, если не можете канон осилить, тоже сама по себе очень хорошая, замечательная. Там и написано, куда имя вставлять. Можете почитать Акафист или канон, святителю Луке Крымскому Симферополесскому, святому целителю, великому ученику Пантелеимону, преподобному Агапиту Киево-Печерскому, святым Бессеребрянникам Косме Эдемиану. Можно много кому молиться. Госуду Богу не забывайте, как подателя, все и благ. Ну, для этого есть канон заболящего, собственно. Помолитесь, пристой Богородице, перед какой-нибудь её иконой. И не забывайте только ребёнка лечить, конечно. Бог помогает врачам вылечить вашего ребёнка, а не напрямую как-то воздействует на него какими-то божественными энергиями. То есть, врачей не забывайте. И пусть Господь и вас умудрит им. Но если вы всё-таки настаиваете на чтение псалма, когда же помянуть имя? Ну, конечно же, в самом псалме нету такой функции. Надо уже после прочтения этого псалма лучше всего всей кофизмы, если уже на то пошло, сказать «Господи, спаси, сохрани малыша моего, имя рек, дай ему крепкое здравие, бодрость духа и долгоденствие». Что-нибудь вот такое скажите своими словами по окончании чтения этого псалма. А какие молитвы читать перед псалмом и после? Ну, перед псалмом никакие. Просто берёшь и читаешь. Если вы хотите почитать всю кофизму, то перед кофизмом читаются предначинательные молитвы. Всем крепкого здравия, здравомыслия и бодрости духа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...